Добрый вечер, Гомель! Меня зовут Александр Лупиненко. Приглашаю эту пятницу провести в хорошей компании. Но в гостях у нас сегодня артисты Гомельского областного драматического театра, представители семейной театральной династии Алексей Бычков и Анастасия Задорина. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Наша встреча этим вечером не случайна. Заслуженный коллектив Республики Беларусь Гомельский областной драматический открыл свой 82-й театральный сезон. Так что позвольте поздравить вас с этим событием. Спасибо большое. Ну, безусловно, и для зрителей, и для артистов это всегда событие. Вот расскажите, с каким настроением вы встретили новый сезон, учитывая то, что этот год был очень непростым? Ну, да, если позволите. Конечно, год аховый такой, да, с самого начала. Как ни заладилось в феврале с коронавирусом и с эпидемией, и в марте месяце уже все это так покатилось. И апрельская премьера, собственно, уже не состоялась, отменилась. И мы ждали открытия сезона. Ну, я не знаю, во всяком случае, я за себя могу сказать очень сильно, потому что даже несмотря на то, что у нас случилось некое такое межсезонье, то есть мы закрылись в апреле, потом попытались открыться в июле, тоже в связи с событиями в августе пришлось прекратить показы спектаклей. И это ожидание, вот оно так затянулось, и очень хотелось уже начать работать. Очень соскучились, ну, опять-таки, за себя. По энергетике зрительного зала, по зрителям. И по зрителям, и по сцене вообще, потому что артист, он нуждается в выходе на площадку, ему нужно своей энергией поделиться, подзарядиться зрительской энергией. Поэтому вот этот простой, он, конечно, сказывается и на настроении, ну, и как-то вообще на человеке, на артисте как на человеке. И все-таки, как говорится, что должно случиться, то случится. 82-й сезон стартовал. Вот с каким настроением встретили? Для меня это был, в общем-то, праздник. Это было довольно неожиданно. Особенно финал спектакля. Финал спектакля, когда я увидел почти аншлаг, почти полный зал. Это если учесть, что мы работали в августе месяце. Репертуар полностью был на месяц составлен. И все спектакли отменены были. С 9 августа. Да. И вот 18 сентября это действительно был праздник. И ощущение приподнятости безусловное. Состояние полета, я бы даже сказал, настолько это неожиданно. Ну, конечно, тут и весь этот период безвременья, когда все работы по боку, просто без работы. Как это вообще возможно? Я представить себе не мог. Я боялся впасть в спячку, честно говоря. Но ведь за это время и мир искусств в целом, и театр в частности, испытали и попробовали новый формат. Это онлайн спектакль. Ну, у нас был опыт, да. Насколько он эффективен для театра. То есть зритель, да, посмотрел, а артиста не получил. То есть вот этого как раз-таки обмена энергетического же не произошло. Получилась «Игра в одни ворота». Ну да, можно так сказать. Конечно. То есть театр в онлайн это уже театр, но не тот. Ну, я, честно говоря, не знаю. Я смотрю онлайн спектакли, но только тех спектаклей, которые я не могу, ну, в силу там расстояния, да, то есть других стран, других городов посмотреть. И все равно я очень часто слышу, что «А вживую этот спектакль вообще другой». И, конечно, ну, все равно театр – это искусство живое, и надо ходить. Смотреть. Ну, и, конечно, театр без аплодисментов существовать не может. Ну да, не без этого. Да, нет, зритель – непосредственный компонент. Конечно. Сосновная часть спектакля. Зритель – это в обязательном порядке. Вообще на открытии был какой-то, не знаю, может быть, действительно, вот после этого промежутка, этого застоя, так можно сказать, да, этой паузы, какое-то было другое ощущение зрителя. А может быть и зритель так по нам соскучился, что он вот прямо… Безусловно соскучился. Такой был душевный прием, я давно такого не помню на премьере, на открытии «Вишневого сада» и… Вот, «Вишневый сад». Вишневый сад. Пьеса, которая, по-моему, уже лет сто ставится на разных театральных площадках в разных уголках планеты Земля. На Гомельской сцене, если я не ошибаюсь, это первая попытка «Вишневого сада»? Ну, «Вишневый сад» не шел. Не шел, не было, не было. Были три сестры. Дядя Ваня. Дядя Ваня. Дядя Ваня был. Чайка. Чайка была, и был еще спектакль «Юбилей с медведем». А был еще спектакль «Шуточка» по рассказам Чехова и опять-таки «Юбилей Чехова». Ну да, а там «Юбилей с медведем», так назывался спектакль, две однооктовки Чехова «Юбилей» и «Медведь». Так что Чехов… Вишневого сада не было. Так вот, к «Вишневому саду» возвращаясь, что говорят за кулисами? И актеры, и те люди, которые заняты во время спектакля, скажем так, обойти невидимого фронта, довольны тем, что получилось? Это такой коварный вопрос. Ну, безусловно, те, кто заняты в саде, все получили такой заряд от режиссера, такой положительный, эмоциональный, душевный, духовный даже, я бы сказала, заряд, что мы все сплотились, и поскольку режиссер, ну так, может быть, забегая вперед немножко скажу, что все равно ставил семейный спектакль, то есть спектакль о семье Гаевых, то мы в коллективе спектакля все действительно сплотились как семья. То есть мы даже как-то немножко с другой стороны друг на друга посмотрели, открыли друг друга. И было, конечно, очень тяжело расставаться, когда вот эта премьера не состоялась 11 апреля. Прям вот, ну это был шок своего рода. Ну для театра это вообще, наверное, нонсенс. Так, ну, не может быть. Ну такого не было. За всю историю театра, за всю историю театра, да, чтобы отмена была премьеры. И я испытала своего рода шок, когда мне позвонили, сказали, что не будет вечером спектакля. И до слез. То есть друг к другу перезванивались, переписывались, как, не может быть, это было такое, какое-то состояние, вот, ну не знаю. Можно сказать, что атмосфера любви. По-другому никак не могу, вот, выразить закулисье вот это вот то, что ты спрашиваешь среди коллег. Это какой-то, вот, какая-то такая связь на уровне духовности и любви. Ну, наверное, удалось поговорить и со зрителями. Что, говорят зрители, какая энергетика шла из зала? Ну, я-то, мое присутствие на сцене не так велико, как у Насти. Ну, зато оно по качеству очень, не по количеству, а по качеству. Конечно, конечно, лично я ощущаю, когда наступает финал спектакля, когда мы выходим на поклон, и вот эти аплодисменты, мы сыграли три спектакля, по сути дела, да? Ну да. Три спектакля сыграли. И вот эти аплодисменты, они какие-то особые на этом спектакле. Что, собственно, наверное, и должно быть, если после премьеры, премьеры или даже спектакля, комедии, аплодисменты идут как бы откровенные, открытые. То есть здесь какие-то они немножечко такие, вот это да. То есть мне так кажется, что зритель проникается тем, что он увидел, темой Антона Павловича Чехова, вот этой, понимаете, как бы время диктует свое, на смену старому приходит новое. Но хранить вот эти ценности, быть верным, оставаться своим, каким-то человеческим, не предавать себя, понимаете? Вот эти ценности, я думаю, они перелетают через рампу и попадают. Поэтому, наверное, и аплодисменты, они какие-то полуздержанные. Хотя нет-нет, там-там вдруг браво, вдруг браво такое неробкое, но и оно очень искреннее, на мой взгляд. Ну, тема потери, тема утраты, она, мне кажется, близка любому человеку. И неважно, было это сто лет назад, когда писал Чехов свою пьесу или сейчас. А спектакль, ведь об этом, об уходящей натуре, как говорил Зура Апанзорович, о потере, об потере сада, о потере этого времени, которое, эпохи. Поэтому, мне кажется, что это очень близко любому зрителю, потому что кто-то из нас переживал. Или такую же утрату какого-то своего сада или близкого своего человека. Кстати, вот, а какова была твоя реакция, когда предложили роль Любови Андреевны? Ну, как предложили, но им особо не предлагают. Ну, во-первых, не секрет, что мы с Зурабом Апанзоровичем знакомы давно, и работали с ним много, когда я служила в Вологодском театре. Работали много, и в основном классика, конечно, была. Но могу честно сказать, что когда он приехал ставить «Вишневый сад», изначально он видел меня в другой роли. Есть ли не секрет? Шарлотта, да. И когда он собирался этот ставить спектакль, хотел его поставить еще в Вологде, то и там я должна была играть Шарлотту. Но мы так посчастливились, можно сказать, что в конечном итоге это Любовь Андреевна. И реакция была... Ну, какая реакция? Во-первых, страх, наверное. Страх перед чем? Что будут сравнивать? Нет, страх... Ну, учитывая то, что постановка уже идет на многих сценах. Нет, 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 об этом я не думала. Страх не справиться. Ну, все равно я актриса сомневающаяся. И мне кажется, что... Конечно. Такие откровения могут быть только в программе «Добрый вечер, Гомель». Нет, ну это же нормально. Артист должен сомневаться в себе. Ну а как? Все-таки это такой репертуар, который, может быть, кому-то раз в жизни удается такую роль сыграть. И второго шанса может не быть. И, конечно, страх того, что не справишься, не получится, не... Был. Но постепенно, постепенно, Зуропан Зорыч... Ну, мы с ним в тандеме очень хорошо друг друга чувствуем. На одной волне. Да, абсолютно. С полуслова. Ему стоит вот только рот, мне кажется, открыть. Я уже понимаю. А я начинаю, и он уже, ну, надеюсь, доволен. И то есть мы с ним очень хорошо друг друга чувствуем. Алексей Михайлович, а как вам роль Фирса? Спасибо, хорошо. Дело в том, что я ведь в спектакль попал не с самого начала. Каждого своя история. Да. Ну, производственная необходимость, так скажем. Юрий Михайлович Вегин был назначен, и он и играет эту роль. Вдвоем мы на роль. Ну, производственная необходимость там случилась. И у меня по началу было, конечно, какое-то скептическое такое отношение к этому. Ну, какой я Фирс? Ну, какой я Фирс? Замечательный он Фирс. Я сейчас даже не о результате и не в этом дело. Недоверие было, сомнение было. Это вполне нормально. То же самое я помню было, когда я был назначен в Островском на Счастливцева. Ну, какой я Счастливцев? Топорков, Ильинский играли этого Счастливцева. Вы же понимаете, и вдруг я со своей фактурой. Было недоверие. Но потом, потом Радевский ставил этот спектакль. Он убедил меня, и уже ближе, может быть, к прогонам, я и сам такой кайф стал получать. А на премьере так просто здорово. То же самое и здесь было. Первое, что Зураб Анзорыч отвел меня в сторону и сказал, Вот это такой персонаж, который никого не осуждает. Все. Он попал стопроцентно. Стопроцентно. Это зернышко образа. И мне это близко и понятно. Ну и пошло-поехало, пошло-поехало. И особенно я дорожу, конечно, последней сценой. И последним, финальным выходом уехали, про меня забыли. Вот это, вот ради этого стоит играть эту роль. И ради этого стоит жить. Я могу сказать абсолютно откровенно, что я каждый раз смотрю финальную сцену, поскольку уже конец спектакля, мне уже на сцену выходить не нужно. И я так из кулисы подглядываю. И это каждый раз абсолютно искренние слезы и такой эмоциональный, такой сгусток в этом умирающем фирсе, в этом вот... Не знаю, это сейчас прямо даже говорю, и ком горло подступает. Я думаю, что просто всем стоит порекомендовать сходить на спектакль. Кстати, когда очередной спектакль? Если не ошибаюсь, 7 октября. Еще пока репертуара такого в электронном виде я не видела. Ну, еще пока билеты в кассе, я надеюсь, есть. Да, билеты в кассе есть. Если не ошибаюсь, 7 октября. Кому бы вы порекомендовали посмотреть этот спектакль? Всем? Нет, ну, кому порекомендовать? Безусловно, конечно, я считаю, что молодежи нужно сходить. Во-первых, это школьная программа. Да, дети проходят, чтобы не соврать, по-моему, в 10-м классе они читают «Вишневый сад». Или в 11-м, неважно. И, конечно, прочитать, а потом посмотреть. Это интересно. Во всяком случае, на премьерном спектакле, Ксения, моя дочь, учится в 11-м классе, был ее одноклассник. И очень потом он лестно отзывался о спектакле. И причем он мне поделился, сказал, что я ждал, когда выйдет спектакль. Я прочитал, и мне было очень интересно посмотреть. И ему очень понравилось. 16-17 лет мальчик. В конце концов, даже стоит сходить ради того, чтобы побыть в театре, посмотреть шикарные декорации, шикарные костюмы, великолепную игру. Спасибо. Получить эстетическое воспреждение. Ну, Саша, ты же видел спектакль. Я видел. А вот, ну, скажи нам вот два слова, свое мнение. Мне понравилось. Это ровно два слова. Кстати, кстати, тут еще одна такая интересная история, что сам режиссер, если у меня верная информация, на спектакль так и не попал. Ну, это тоже грустно-печально, потому что я, честно говоря, когда была премьера в июле месяце, так по этому поводу переживала, что Зура Панзорыч не может быть с нами, потому что это тоже, как это, все впервые. Да, первый раз отмена спектакля, первый раз у нас отпуск в июне месяце, а не в августе, первый раз, я думаю, что и в жизни режиссера и актеров, что режиссера нету на премьере. Вот. И он, ну, он был, конечно, с нами на связи, вплоть до того, что на видеосвязи. Вот. И, ну, все равно очень его не хватало, конечно, потому что... Ну, естественно. Он бы нас зарядил немножко, во-первых, перед спектаклем. Вот. И... Вот, кстати, как работалось с режиссером, учитывая его грузинский темперамент? Алексей Михайлович, расскажите, я-то привыкла к грузинскому темпераменту Зура Панзорыча. Ну, вот то, что вы с ним постоянно были на одной волне, я это уже понял. Но как работалось с остальной труппой, Алексей Михайлович? Так, я особо... Я вот сказал, что вот в том ключе, как вот он мне зернышко этого образа подбросил, он никого не осуждает. Так он... И все замечания, которые были, которые, естественно, должны быть, он подсказывал очень спокойно, без всякого грузинского темперамента. Во всяком случае, мне. Во всяком случае, мне. Он даже не при всех, он отводил меня иной раз в сторонку, говорит, а вот здесь, говорит, чуть проще, чуть-чуть это самое, не на. Вот, все, все. Никакого там грузинского, там, ярого кинжал там не было, ничего этого. Я этого не ощущал. Они, наверное, потому что там все-таки сцены строились там, понимаете? Не могу сказать. Ну, то есть, как бы, из опыта уже многолетнего, нет, он со всеми был очень аккуратен, очень тактичен, и с молодежью тоже. Не было вот этого, кинжалов и грузинских каких-то темпераментных проявлений. Могу сказать, что бывало и подтемпераментнее. В этот раз, нет, он очень подошел к этой работе. Ну, там, в Вологде, он был у себя дома, он хозяин, как бы, понимаешь? Он мог и, как бы, и кинжал оголить клинок. Нет, ну, да, ну, образ. А здесь, вроде как, в гостях, ну, все было очень тактично, очень полюбовно, я бы даже сказал. Профессионально. Да. Очень конкретно. Это очень важно. Когда вот это первое, первое, понимаешь, вот зернышко, он никого не осуждает. Это много, это евангелийское понятие. Никого не осуждать. И все, это точно, это конкретно. Мне это помогло. Впереди у нас с вами еще много театральных историй. Вечер только, как говорится, начинается. Друзья, мы напомним, что это программа «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы рассказываем о культурных событиях Гомельщины, чтобы вы успели определиться с планами на выходные дни. Буквально через мгновение продолжим. Напомню, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы планируем выходные дни вместе с прекрасными гостями в нашей студии, а артистами Гомельского областного драматического театра. У нас в гостях Алексей Бычков и Анастасия Задорина. Ну и я приветствую еще раз те, кто к нам только-только подключился. У артистов обычно выходные проходят, я так понимаю, на работе. Или не всегда? Ну вот, классические выходные, суббота, воскресенье. Репетиции, спектакли, вот... Не, ну у нас же как бы суббота, воскресенье у нас рабочие дни, у нас понедельник, понедельник выходной. Официальный выходной в театре, да, у артистов. Понедельник, да. А так, если нет репетиций, спектаклей, так мы мы бежим на наши как бы вторые работы. Так, чтобы время не терять даром. Третий, четвертый. Ну, все-таки, все-таки, подождите, давайте разберемся с выходными. Ну, есть же, наверное, какая-то мечта даже у артиста, вот, как вы обычно мечтаете? Вот, идеальные выходные, Анастасия, для тебя это? Именно суббота, воскресенье? Конечно. Идеальные выходные. Значит, даже если нет репетиции и спектакля, то это, значит, я поделала какие-то домашние дела, и на это получилось выделить время. Днем я иду в театральную студию, преподаю, потом перехожу из театральной студии в другое место, там веду кружок театральный. Вот, и, ну, если это вечер субботы, например, то могу с друзьями сходить куда-то в какое-нибудь заведение, посидеть, попить чаю, поболтать, съесть что-нибудь вкусненькое. Если честно, я думал, скажешь, ну, проваляться с книжкой, с чашкой какао и с корзинкой каких-нибудь вкусностей. Нет, честно тебе скажу, я устаю от такого отдыха. И, ну, бывает такое, что вот думаешь, о, все, выходной, буду лежать целый день в кровати, ничего не делать, с пультом от телевизора, с чашкой какао. Бывает такое? Было, но я не люблю такой отдых. Я от него устаю больше, чем вот от какого-то, ну, такого, можно сказать, активного отдыха. Ну, вот. Алексей Михайлович, идеальные выходные ваши? Да, идеальные выходные, в кавычках, если можно назвать, это ж месяца три, наверное, подряд были. Я хотела сказать, что я даже... Это убийственно, вообще, для человека творчества, это не дай бог, это не дай бог. Все работы молчат, не репетиций, не спектаклей. Я из тех, которые могут занять себя, могу занять себя, не говоря там про книжки, там, чего-то такое. У меня на моем столе постоянно тетрадка с кроссфордами там, без этого я не представляю, просто. Книжка одна, читаемая, и обязательно книга стихов моих коллег по Союзу писателей, обязательно, или Альманах, я его листаю, и это в обязательном порядке. Ну, а потом, идеально, идеально, я скажу, что внук, который родился у меня нынче, это такая отрада, это такой заряд энергии и бодрости для меня, для моих неполных... 18. Да? Да, это такая отрада. Это вот это, когда он позволяет мне с ним заниматься, это, я говорю, за это можно все отдать, когда он расположен, когда он улыбчив, это ради этого стоит действительно жить. Это безусловно. Нет, ну и, конечно, провести время с семьей, это тоже, и ездим мы, я езжу, если Ксения у родителей, у бабушки с дедушкой, я к ним обязательно приезжаю, если выходной действительно выдается, в воскресенье, например, после занятий тоже, вот, ну и даже мы ходим и гулять, и какие-то, даже семейные у нас бывают вылазки по заведениям. Постепенно перешли вот к семейным отношениям и ценностям, вот, позволите задать такой вопрос, пользуясь случаем, вот, о чем общаются в театральной династии за пределами театра, за пределами гримерок? Ну, хочешь ли ты узнать, говорим ли мы о театре? Ну, конечно. Ну, не без этого. Наша мужская часть населения нашей семьи не очень любит, когда мы говорим о театре. Вот. Ну, конечно, какие-то события происходят, что-то обсуждается. Сказать, что мы бесконечно говорим только о театре, когда собираемся, нет, нельзя. Нет. Ну, о чем мы говорим? Ну, все равно театр в основе, как ни крути. Кто-то, если не о театре, который основное место нашей службы, то все равно есть у меня, допустим, то один коллектив, то другой коллектив, все равно об этом. И Настя тоже о своем спиранте может поговорить, и еще все равно это вокруг. Все равно никуда от этого, не от этого вчера, состоялась премьера у нас в театре. Да. Естественно. Ну, а как не обсудить спектакль, увидеть? Ну, я вчера дал слово себе, я больше не буду. Не буду разбирать никакие спектакли. Я стал делиться. Видать, женская половина не согласна была с моим мнением, а мне спектакль понравился. Почему мы не были согласны? Ну, это не я. Не она, не она. Саша, Наташа. Да. Наташа. Я дал себе слово. Все. Мы вчера не виделись. Все, вы будете лишены сладкого. Я не буду высказывать своего мнения. Так что все. Кстати, затронули разговор о том, что помимо театра у вас, у каждого есть еще свои творческие проекты. Хотелось бы узнать о них. Давай я начну хвастаться уже в открытую. А давайте. Я сейчас, после того же перерыва, большого перерыва, приступил к работе в колонии, в женской колонии. Это 15 лет, тянул срок этот, 13 спектаклей поставлено. И сейчас я взял в работу материал экспериментальный до такой степени, что подобного эксперимента у меня еще не было. А все почти спектакли там, они носят такой экспериментальный характер. Пьеса «Плаща и шпаги» испанского драматурга 17 века Кальдерона «С любовью не шутят». Шутка ли дело? Плаща и шпаги. Там 9 персонажей, 3 женские и 6, получается, мужских. Женщины будут играть мужчин. У меня за эти 15 лет кредо как бы женщина ни в коем мере и случае не будет играть мужскую роль. В тех постановках, ну, так сказать, реалистического, что ли, звучания исключено. Но здесь, сейчас, я пошел как бы на эксперимент, который театр масок. Они откровенно, прямо на сцене, будут и одеваться там какие-то элементы костюмов, усы, бороды, шпаги, плащи. То есть, вот с любовью не шутят. Дальше, что я говорю, похвастаться хочу. Две пьесы, которые я написал и поставил в рамках вот этого проекта «Театр в тюрьме», ну, благодаря этим двум пьесам я стал лауреатом литературной премии Кирилла Туровского. Это областное, областная премия. И сейчас, как бы, сейчас книжки выйдут, которые я буду раздаривать туда, налево, как говорится, и направо. И мне, как бы, этим горжусь. Горжусь. И мне это приятно. Так что, вот такие вот успехи, неуспехи там. Но, тем не менее, и все связано это все вот с этим театром, проектом «Театр в тюрьме». А вообще, вот, по-моему, я никогда с вами не обсуждал и даже не задавал этот вопрос. Как вообще родилась эта идея театр в тюрьме? Ну, это не моя. Это не изначально шведско-белорусский проект был. И шведы предложили свои услуги. И, как бы, у них средства налогоплательщиков шведских. Ну, до финансирования. Они позволяли открыть на год на год проект три города на Украине едва у нас в Белоруссии. Нигде не прижилось, по сути дела. Только в Гомеле. Не прижилось по той простой причине, что... Разные причины разные. Причины разные. Они деньги дают. Пожалуйста. Не случалось это. Почему? Понятие не... Я не вникал в это дело, но я знаю, как результат не пошло это дело. А здесь вот так вот пошло-поехало, пошло-пошло-пошло... Подизна. И вот уже 15 лет. И было время, когда настолько заинтересовался сам министр внутренних дел, что он дал команду, чтобы ему показали спектакль на сцене драмтеатра. И он присутствовал на этом мероприятии. Он смотрел спектакль. И мало того, он после спектакля, после спектакля, после просмотра спектакля, он как бы вне сценария попросился, вышел на сцену и взял слово. И он сказал, перед началом спектакля он дал интервью и назвал женщин, занятых в спектакле, контингентом. И он попросил прощения за то, что... Вот за это слово. Какой же это контингент? Вы посмотрите. Красивые, талантливые, самодостаточные. И это действительно было так. И это дорогого стоит. Этот подход, руководство к этой политике, к политике театр, проект театра в тюрьме, он уникальный. В мире подобного ничего нету. Единственный и в Беларуси, и в мире. В России есть подобные, но они возникают. И Ефремов даже сейчас, Михаил Ефремов, будет создавать там театр какой-то. Понимаете? Но это 3-4 годов, сколько ему дадут там Ефремову. А это 15 лет. Понимаете? 15 лет для театра такого формата, это, наверное, достаточно большой. Да, и у меня уже как бы выпускников, выпускников, более ста. Более ста. И я могу сказать, что лишь два человека омрачили как бы мою статистику. Вот так вот. Два человека из сотни, чуть более, омрачили статистику, которые нарушили там социум, их не принял после срока, который они отбывали. А так все устраиваются, со многими, многие мне звонят, поздравляют там с праздниками, с днем рождения и так далее. И так далее. Контакты держим. Вот еще об одном проекте, Анастасия, о твоем. Это школа «Спирант». Рассказывай подробности. Ну, подробности, какие могут быть. Ну, не секрет, что я являюсь директором театральной студии «Спирант», которая существует уже более восьми лет. И, на мой взгляд, мы сейчас очень активно развиваем ее и находимся на каком-то таком, на сегодняшний день, на пике, ну, можно сказать, активности по количеству набранных студентов, учеников. В сентябре месяце мы открыли курс. Вот. На данный момент у нас обучается более 75 учеников вот, разного возраста. И мы в дальнейшем планируем открывать еще дополнительные курсы и как-то вообще развиваться и, ну, как бы открывать новые грани. Не буду, не хочу пока это озвучивать, что и конкретно будет. Но мне кажется, что будет интересно и для взрослых, и для деток, и для тех, кто у нас уже обучался и в дальнейшем планирует к нам опять прийти. Ну, какие-то более новые интересные формы ищем. Вот. Ну, вот чему можно научиться в школе Спирант? Ну, во-первых, как я всегда говорю, мы не делаем, то есть не учим артистов, то есть не учим людей, детей становиться актерами. Когда родители задают вопросы мне, а чему бы вы, чему мой ребенок может научиться или взрослый, допустим, спрашивает, я всегда говорю, что вообще это очень полезно для общего развития, потому что, ну, актерское мастерство, оно открывает такие грани в человеке, ну, это же все, развитие фантазии, воображение, памяти, каких-то коммуникативных способностей, потому что зачастую очень часто приходят к нам с проблемой, я в социуме, я плохо, я плохо общаюсь, я не могу общаться. Нету раскрепощенности? Ну, зажимы, да, а тем более в нашем современном мире технологии, да. Вот это, вот это, вот это, да, 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 телефоны, это тоже зажим. Люди перестали общаться, люди разучились общаться, да, элементарно, просто живая речь, у людей сокращается даже словарный запас, то есть люди все меньше слов употребляют, и они приходят к нам за тем, чтобы избавиться от этих зажимов, за тем, для того, чтобы обрести каких-то новых знакомых, завести новых друзей, интересно провести время, потому что очень необытно, однообразно стала жизнь, работа, дом, дом, работа, домой пришел интернет, на работу пришел, ну, хорошо, если бы работал, а то тоже интернет, понимаешь, поэтому, конечно, ну, и для деток это очень хорошее в плане развития дело, потому что, ну, то, что я вот перечислила уже, да, развитие для детей, это полезно и для школы, они становятся на более лидирующей позиции на какие-то в классах выходят, заводят новых друзей, даже среди спирантовских учеников начинают лучше учиться, потому что все же взаимосвязано, я имею ввиду память, физика, речь, все, безусловно, конечно, Далее в программе поговорим, у меня еще есть несколько вопросов на театральную тему, а я думаю, у вас на мои вопросы найдутся интересные истории и ответы, друзья, ну, а наш эфир продолжается, еще об одном проекте хочу рассказать. Афорты Ивана Шишкина в собрании Новгородского музея заповедника. Выставка афортов великого художника открылась в галерее Гавриила Ващенко. Слышим Шишкин, вспоминаем сразу Мишек с картины «Утро в сосновом лесу» и вряд ли кто-то из нас назовет хотя бы одну гравюру или литографию, созданную Шишкиным. А ведь художник был одним из лучших афортистов своего времени, его считали знатоком и экспериментатором в области эстампа оттиска на бумаге с печатной формой. Всего существует 100 афортов авторства Шишкина и 60 из них теперь можно увидеть и в нашем городе. Ну, а подробности, я думаю, прямо сейчас об этой выставке и других проектах узнаем у директора картины галереи Гавриила Ващенко Людмилы Шимбалевой. Она с нами на прямой телефонной линии. Давайте ее поприветствуем. Алло. Да, слушаю. Людмила Михайловна, здравствуйте, добрый вечер, это Александр Лупиненко, телеканал Беларусь 4. Добрый вечер, Александр, добрый, рада слышать. Взаимно. Расскажите, в чем же уникальность этой выставки афорты Шишкина? Почему ее стоит посетить? Ну, я хочу сказать, конечно, все знают одного из крупнейших русских живописцев Ивана Шишкина. И, конечно, каждый знает, наверное, его потрясающие работы, там, «Утрок в Тосновом лесу». Но, наверное, немногие знают, что Шишкин был гравюром-профессионалом и создал 100 афортов и 68 оригинальных литографий. И кто-то скажет, ой, наверное, это не так много. Хотя я сегодня могу уверенно сказать, что это огромное количество работ, потому что делалось оно на протяжении 20 лет. и 60 афортов можно увидеть у нас сегодня в галерее, которые напечатаны были в 1894 году, ну, еще при жизни, скажем, художника. Эта выставка представлена нам из Новгородского музея-заповедника, и мало кто, конечно, видел, и я думаю, что очень многие вообще не знакомы с понятием, что же такое афорты, да? Но это я говорю, еще раз хочу подчеркнуть, что это результат очень огромной работы большого периода, потому что технология создания афортов очень сложная. Ну, это медная пластина, которая заливается специальным лаком, потом по лаку иголочкой так протарапывается изображение, потом протравливается кислотой все это, ну, и, естественно, в результате получаются бороздки, ну, а в них уже загоняется свет типографской краски. Ну, вот я говорю, какая это сложная технология, чтобы было понятно, что 100 афортов это количество действительно большое. И я думаю, что эту уникальную выставку с удовольствием посмотрят наши гамильчане, ну, и, конечно, если будут гости в нашем городе, то мы тоже рады будем видеть. Отлично. Ну, это как раз тот случай, когда лучше один раз увидеть и своими глазами представить и понять всю эту прелесть и красоту. Людмила Михайловна, какие еще проекты предлагают гамильчанам и гостям нашего города картинная галерея в эти дни. Я хочу сказать, что если к нам придут в ближайшее время, то, конечно, смогут увидеть работы Светланы Ноздрин-Плотницкой. Это член Белорусского Союза художников, член Совета Белорусского Союза дизайнеров и на проспекте Ленина замечательная ее выставка «Земля и небо». Можно посмотреть постоянно действующую выставку Гаврила Хвитоновича Ващенко, народного художника Республики Беларусь. Ну и, конечно, последние дни, буквально по 30-е число, у нас будет завершать свою работу выставка «Неизвестный Ван Гог», которая пользуется большим спросом в нашем городе. Спасибо вам огромное. Ждите в гости. Напомню вам, друзья, что у нас в Катях на прямой телефонной линии была директор картины галереи Гаврила Ващенко Людмила Шимбалева. Так что всех приглашаем также в картину галереи Ващенко посмотреть уникальные выставки. Еще одна уникальная выставка называется «Сожская скань». Открылась в Гомельском областном центре народного творчества. Посетители выставочного зала смогут увидеть экспонаты, выполненные в уникальной технике «Сожской скани». Так называют вид ювелирной техники, когда из тонкой металлической проволоки создается ажурный узор на металле. В Сожской или Гомельской скане такой узор создается из древесной стружки. Секретами этого мастерства сегодня владеют ученики гомельского мастера Владимира Цекунова, которых объединила мастерская Тесля. На выставке представлены их разнообразные изделия. Например, уникальная икона Святого Павла, герб Минска, панно бабочки, часы бар и многое другое. Организаторы убеждены, выставка заинтересует и взрослых, и детей. Кстати, вот про две выставки мы только что рассказали. На какую бы пошли в первую очередь? Ух, я так, честно говоря, давно не была в... В выставочных залах? Да. Почему? Саша, нет времени. Честно. Ну вот, ты спрашивал про выходные, а это, ты знаешь, такая редкость вообще выходной. Поэтому надо, наверное, сходить. Не знаю, наверное... Не, ну Шишкин. На Шишкина, да, было бы... Я даже и не знал. Да, я тоже впервые слышу, что он занимался... Признаюсь честно, пока я узнал об этом, когда готовил сценарий программы, так что... День прожит не зря. Мы узнали что-то новое сегодня. В ближайшие выходные я тоже собираюсь отправиться на эту выставку. Возможно, там и встретимся. За киноновинками следите, расскажите честно. Ну, стараемся. В меру своих, опять-таки, временных возможностей. И вот мы с дочерью до пандемии регулярно ходили в кино. Ну, то есть раз в месяц на какую-то кинопремьеру мы фанаты Марвел, там и все дела, и мы любим всякое такое экшн. Вот. Но у нас даже бывают иногда и семейные вылазки. Ну, вот последнее, на что ходили вместе, это, наверное, на Джокера. Джокер, да. Это давно было уже. Ну, это было до коронавирусных событий, так скажем, в конце прошлого года. А так, я доверяю молодым, они мне иногда подсказывают, что посмотреть по этому... Предпочитаете дома за ноутбуком или все-таки кинотеатр большой экран? За ноутбуком, да. Как относитесь к современному кинематографу? Вот то, что удается посмотреть иной раз даже по телевидению, даже там русское кино, да, есть отдельный канал. Удивительные фильмы, там, да, Дуни Смирновой. Да, очень интересный сценарий, ну, очень талантливый сценарист, режиссер. Один другой фильм, начала она с Бунина, с истории Бунина, а сейчас один другой фильм, они очень необычные. Она сама и автор сценария, и как режиссер выступает. Ну, Бондарчук там, я не знаю, это уже признанные, как бы, мастера. А то, что там касается белорусского кино, ну, они же на Беларусь фильмы снимают, российские и фильмы снимают, и сериалы. Сериалы, так что белорус фильм тоже, тоже, наверное, оживает. А я хочу рассказать еще об одной кинопремьере, в эти дни в Гомельских кинотеатрах. На экраны выходит российский фильм «Стрельцов». Его сняли создатели «Движения вверх» и «Легенды номер 17». В этой спортивной истории главную роль играет Александр Петров, который сыграл 20-летнего легендарного футболиста. Фильм о непростой судьбе футболиста «Стрельцова». Давайте посмотрим трейлер. Граждане болельщики, преградите беспорядки! Игорь Александрович говорил, что у вас тут местный вундеркинг занялся. Вась, который сейчас? Успей! Ну, какой вундеркинг? Гляньте! Это что за пионер? Как фамилия? «Стрельцов» — это своенравный юниц, который еще вчера балбесничал на окраинах, а уже сегодня вдруг зажил в столице на широкую ногу. Воспитайте из-за него строителя лунизма. Вам надо ступить в комсомол. Она поможет вам в подготовке к экзамену. Алла. Эдик. Чего ты мне голову морозишь? Поставь ее в покой. Пацаны, Стрельцов! Эдик! Пацаны! Ты правда веришь, что он виноват? Почему он мне ничего не рассказал? То, что с ума сошел. С ума сошел тот, кто хочет лишить нашего форно лучшего футболиста. В Москве сейчас сколько времени? Семь утра, где? Так давайте не испортим завтрак. Советскому человеку. Ну, выручу я еще трех мастеров. Такого, как ты, в моей жизни уже не случится. Ну, че, прям сам Стрельцов, что ли? Стрельцов! 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 Продолжается наш эфир. Сегодня добрый вечер Гомель. Рассказывает о культурных событиях Гомельщины. Чтобы вы, дорогие наши друзья, успели определиться с планами на ближайшие выходные дни. Напомню, что планируем выходные вместе с артистами Гомельского областного драматического театра. У нас сегодня в гостях Алексей Бочков и Анастасия Задорина. И снова о театре, и снова о премьерах. Гомельский драматический сезон начал сразу двумя премьерами. Кроме Вишневого сада, на днях показали испанскую черную комедию. Во всяком случае, так было на афише заявлено. Циани стыкали с молоком или без? Вот, не видел еще этот спектакль, но как восприняли зрители? Ну, я сразу оговорюсь, что тремя премьерами мы открыли сезон. Это Вишневый сад. Также была у нас премьера Небесного тихохода по одноименному фильму Небесный тихоход. И вот буквально вчера у нас состоялась премьера черной комедии «Циани стыкались с молоком или без», вот, Хуана Мельяна. В постановке молодого, очень интересного режиссера Марию Матох. Как зрители отреагировали, мне кажется, что этот спектакль будет любимым зрителям. Ну, во всяком случае, по вчерашней реакции зала им был и смех, и овации в конце, и браво, и все было как положено. Ну, отзывы, которые я слышала, во всяком случае, уже мне написали сегодня, друзья знакомые, что очень интересно и необычно, что такого в нашем репертуаре, в театре нету. И вполне возможно, что это очень будет интересно для молодого зрителя. Вот некоторые СМИ, даже процитирую, писали, такого поклонники Мельпомены точно еще не видели. Оригинально здесь все, начиная от брусских декораций, напоминающих киноленту «Семейка Адамс». Кстати, кто придумал все это? Визуальную картинку? Ну, несомненно, с режиссером, но это наш главный художник нашего театра, Татьяна Александровна Стысина, и да, там она где-то, наверное, вдохновлялась и «Семейкой Адамс», и фильмами Тима Бёртона, потому что, ну, такие образы очень интересные. Мрачные с какой-то стороны, с одной стороны, а с другой стороны... Жутко симпатичные. Жутко симпатичные. Ну, во всяком случае, мне мой образ жутко нравится. Друзья, кстати, подсказываю, образ Анастасии вы можете увидеть на ее страничке в Инстаграм, заходите, подписывайтесь. Алексей Михайлович, что вы скажете? Ну, я-то вчера как зритель был, я смотрелся со стороны. Мне эта затея, конечно, очень понравилась. Пьеса очень сложная, очень сомнительная. И вы понимаете, черная комедия, мало сказать, черная комедия, комедия абсурда, еще плюс. И, конечно, режиссер нашла очень интересный, на мой взгляд, ход. И только подобный ход может оправдать все то безумие, которое происходит на сцене. Я вчера комплимент сделал и нашему главному художнику. Оформление великолепное, костюмы великолепные, эти бледные лица у персонажей. И самое главное, что на сцене море иронии. Иронии и самоиронии. Конечно, для обывателя, нетеатрального человека, очень сложно будет вникнуть вообще во всю эту историю. Ой, что это такое? Что это? Вопросы будут. Я не исключаю, что будут даже и уходить после первого акта. И это возможно, как, собственно, и на других спектаклях. Ну, послушайте, Гомельский театр уже к экспериментам гомельских театралов приучил. Это и гомельфатум, это и рыба моей мечты. Гогольфатум. Пускай будет гомельфатум. Гогольфатум. Гогольфатум. Я не знаю, как это назвать, ну, сложно его к драматическому театру отнести, на мой взгляд, во всяком случае. Рыба моей мечты тоже, ну, он, конечно, более драматический, но все равно там, ну, это современная драматургия. Режиссер взял тоже интересную форму. Ну, а здесь, ну, я не знаю, это такая какая-то мрачная сказка для взрослых, что ли. Ну, я не знаю, как это, как... У цианистой калий. Да, у цианистой калий. Ну, это не надо. Это пусть каждый определяет, как хочет. Да, каждый сам себе определит, но мне кажется, что нельзя все-таки к такому, к экспериментальному театру отнести его. Это все театр, и фатум, и рыба, и вот это, это все театр, разные формы, подход разный, но другое, это все театр, безусловно. Но мое и только мое восприятие и понимание, скорее, неприятие фатума, неприятие позиции режиссера, позиции режиссерской. Только поэтому его неприятие, его видение рушить любой и каждый сможет. А ты дай какой-нибудь, не как, в конце тоннеля, дай свет какой-нибудь, что ж ты рушишь все? И так рушить можно бесконечно. Рыба моей мечты тоже имеет право на существование, но пьеса другая требует этого способа существования актерского. А вот в этом варианте, в цианистом, там сошлось. Там сошлось все. Там и форма придуманная, и содержание. Вот это вот правой рукой, левое ухо, понимаете? Если я правильно понимаю, то стоит поставить печать, рекомендовано к просмотру. Конечно. Кстати, на этих выходных что будет предлагать сцена? Ну, в субботу как раз будет премьера цианистого калия с молоком или без, а в воскресенье спектакль Якова Васильевича Натапова «Ваша сестра и пленница». Да. Да. Выходные, друзья. Хорошее время для культпоходов. Можно отправиться в театр, на выставку, ну или на праздник урожая. Кстати, завтра, в субботу 26 сентября, в городе Мозырь пройдет областной праздник Дожинки, посвященный году Малой Родины, которым традиционно отмечали окончание жатвы и чествовали тружеников села. Откроется областной праздник торжественным шествием передовиков агропромышленного комплекса каждого района. В программе также концерт и выставка-ярмарка, на которой будут представлены подворья всех районов Гомельской области. Ну, а также уникальной станет выставка-конкурс «Скараваев» среди районов области. Дожинки – удивительная традиция нашего народа, так же, как и танцы. Разучить народные танцы можно не только в белорусской деревне, но и в нашем городе, в Гомеле. Все подробности расскажет руководитель школки бытового танца Дмитрий Тарасов. Он с нами на прямой телефонной линии. Дмитрий, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Дмитрий, расскажите, планируется ли в этом сезоне занятие в школке бытового танца? Конечно, планируется, как и всегда. Да, то есть мы занимаемся по выходным, субботу, воскресенье. Единственное, что на данный момент у нас, мы находимся на каникулах каждый год. Август-сентябрь у нас каникулы. И с октября мы начинаем танцевать. В принципе, уже наши каникулы подходят к своему завершению, и совсем скоро мы начнем свои занятия. Отлично. Где вас искать и когда приходить? Ну, на данный момент у нас появился небольшой вопрос с помещением. То есть то помещение, в котором мы занимались последних три года, сейчас уже мы там не можем. Поэтому идет поиск нового зала. Вот. И, ну, я думаю, что к началу занятий мы этот вопрос решим. В каком зале? В любом случае, вся информация о том, где будет новый зал, какой будет он, у нас в группе ВКонтакте, которая называется «Народные танцы в Гомеле», будет вся информация о том, как добраться, в какое время это проходит. Ну, и как бы все остальные нюансы. Вот. Но для тех, кто горит прям желанием и не может дождаться до октября месяца, я бы хотел, скажем так, пригласить в субботу, 26 сентября, в 16.00, в филиал, Гомельский филиал Ветховского музея, который находится у нас в парке Лунычарского за собором, на традиционную этновечерину, которая приурочена к такому традиционному обрядовому действу, как «Женитьба Комина». Это архаичный, очень интересный обряд, который был приурочен, ну, во-первых, к завершению сбора урожая, во-вторых, к такой вот обрядовой вещи, как перенос огня с улицы в дом. То есть до этого всячески все работы велись на улице, и даже лучина не зажигалась, потому что, скажем так, темнело довольно поздно. Вот в конце сентября уже, скажем так, темнеть начинает гораздо раньше, и люди зажигали лучины в домах, уже переносили огонь в дома, и, скажем так, сооружали такое вот устройство, которое называется Комин. Значит, и в нем уже, значит, зажигались лучины. Так что Комин, он как бы означает открытый очаг с дымоходом. Подвешивалась к потолку такая конструкция, которая из льняной ткани была сделана, такой как раструб, который был промазан мелом или глиной. Он украшался венками из рябины, там, всяких красивых листьев. Ну вот, позвонили узнать у вас про танец, а тут еще много всяких интересных вещей от вас услышали. Естественно, что обряд перетекал потом в вечерку, да, в нашу вечерину, которая просто не может быть без танцев. Поэтому, естественно, этот обряд, он закончится танцами под гармонией, где мы будем танцевать под настоящую гармонию. Дмитрий, предлагаю сейчас не раскрывать все секреты. Я думаю, что в субботу у вас будет много гостей, которые получат очень много положительных эмоций. Спасибо вам огромное. С нами на связи был руководитель школки бытового танца Дмитрий Тарасов. Ну а наш эфир продолжается. Завершается этот эфирный час. Что пожелайте нашим зрителям? Как вы проведете выходные, спрашивать не буду, потому что вечер спектакль, на который я тоже постараюсь, кстати, попасть. Я тебя приглашаю, буду ждать тебя на премьере. Потом, надеюсь, встретимся с тобой и обсудим обязательно. Пожелать зрителям, ну что, в первую очередь, конечно, здоровья. Здоровье, 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 здоровье. В столь нелегкие наши времена. Какого-то душевного равновесия, любви, безусловно. И приглашаю всех в театр ходить, просвещаться. И получать удовольствие. И получать удовольствие, да, обязательно. И хороших выходных. Театр плохому не научит. По жизни хотелось бы пожелать терпимости больше друг к другу в наше непростое, очень политическое даже время. Надо помнить об этом. Нужно с пониманием относиться друг к другу и терпимее. И больше доброжелательности. Вот, чего хотелось бы пожелать. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное за то, что этот вечер, пятницы, вы провели в нашей компании. Напомню, что сегодня планы на ближайшие выходные мы строили с артистами Гомельского областного драматического театра Алексеем Бочковым и Анастасией Задориной. Друзья, всем желаю хороших выходных. Это была программа «Добрый вечер». Увидимся на следующей неделе. Удачи вам. Пока. Субтитры подогнал «Симон»